Доброго здоровья вам, друзья! Доброго здоровья вам, вашим семьям, родным и близким! Время тяжелое и, тем не менее, счастье, что многие люди сохранили в своей душе порядочность и человечность. Перед вами Ракшар. Он стоял на перекрестке на обочине. Женщина, у которой на глазах развернулась трагедия, ждала, пока проедут машины. Это не было злым умыслом, ребята. Машину просто занесло на обледенелшей трассе. И Ракшара ударили. Он стоял спиной. Он не мог видеть машину. К тому же, пёс чувствовал себя в безопасности. На его месте мог быть любой человек. Как это часто происходит у нас даже на остановках. Это воля случая. И я думаю, это проверка свыше на нашу человечность. Как много вот таких сбитых на глазах людей и животных остаются без помощи. Но Ракшару повезло. Женщина быстро прибарковалась и вместе с дочерью побежали за ним следом. Пёс убежал недалеко, упал в кустах. И женщины, хотя и очень сильно боялись, но всё-таки смогли взять его. Не просто взять, донести и положить в машину. И потом позвонили нам. Ребята, мой искренний и самый низкий поклон двум настоящим русским женщинам. Именно о таких говорят. И в избу горящую войдёт, и коня на скаку, и раненого пса огромного, который в шоке может рвануть, укусить. И тем не менее, подобрать, засунуть в машину и довезти до клиники. Мой низкий поклон таким женщинам. Спасибо им от всего сердца, от всей лохматой души. Спасибо им. Друзья, Ракшара в клинике осмотрели. Сначала думали, что проблемы с головой, так как кровь стекла из пасти. Но оказалось, что просто рассечена десна, когда его ударом пронесло по замёрзшему насту. Проблема оказалась в другом. У мальчика сломано бедро. Ракшара прооперировали. Ребят, я не удивлюсь, если в один прекрасный момент я приду в клинику, а меня просто открыто по-русски пошлют по всем кочкам. И я буду вынуждена развернуться и уйти с больной собакой. Потому что врачи тоже люди. И терпение у них не без границ. Ребята, я прошу вас, помогите нам погасить долги в клинике. Пожалуйста. Это очень важно, потому что мы... Посмотрите, только за вот эти две недели. Ребята, посмотрите, сколько операций мы с вами провели. Благодаря вам, ребят. Мы ужимаем где только можно. Мы экономим на чём только можно. Мы экономим на кормах. Для того, чтобы хоть чуть-чуть погасить долг в клинике и прооперировать очередного зверя. Потому что когда выбираешь голод или боль, всё-таки склоняешься к тому, что надо оперировать, надо облегчить страдания. А потом сидишь сам или стоишь возле этого вольера и тоже подвываешь в унисон с собаками. Потому что они воют от голода, а ты воешь от отчаяния. Это наша жизнь, ребята. Это Россия. Это наши законы. И в противовес им и этому всероссийскому равнодушию есть только мы. Только мы, друзья. Я иногда чувствую себя просто на поле боя, как в 41-м, когда везде хаос, разруха и никто никому не нужен. И спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Но у нас есть вы. Вы, ребята. И только благодаря вам лохматая душа живёт. Мои хорошие. Я искренне вам благодарна. Каждый ролик, каждый счастливый ролик, каждый ролик прооперированного зверя – это наша вам благодарность. Это наше вам огромное спасибо. Вот могла бы, ребята, каждого бы обняла. За то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы нам помогаете. Помогаете спасать. Мои хорошие, приют – это, конечно, огромная, огромная организация, огромный дом. Собачий дом. И проблем у нас тоже много. Но есть основные три. Это операции, стерилизации и корм. Сейчас ещё подрастает молодняк. И боюсь, что январь-февраль – это будет нечто. Подросли весенние малыши, ребята. Подросли. И стерилизовать необходимо. И всё это в наших с вами силах. Мои хорошие. Я не хочу вас сильно пугать проблемами. И следующий ролик я обязательно сделаю добрый и хороший. И расскажу, как много мы сделали. Покажу, как много мы пристроили. Мы сейчас решили выпускать каждое воскресенье ролик о наших пристроенных. Ребята, просто было очень тяжело. Не хватает людей. Если кто-то из вас захочет нам помочь и предложить свои услуги виртуального помощника, ребята, милые, да двумя руками, двумя руками потянусь к вам и всем сердцем, и всей лохматой душой. Нам очень нужна помощь. Нам нужны пиарщики. Нам нужны люди, которые помогут раскидывать наши ролики дальше. Ребята, это очень важно. Причём куда угодно. Независимо от отрасли. Или наклонения, наклона, я не знаю, как правильно сказать, извините, интересов. Я буду благодарна, ребята, за любую вашу информационную помощь также. Помогите нам, пожалуйста. Потому что одним и тем же тянуть приют очень тяжело. Необходим прилив новых сил. И я прошу вас, ребята, мы учимся тоже. Учимся делать ролики лучше. Учимся выпускать их почаще. Но рук не хватает. И здесь нужна ваша поддержка, друзья. Перед вами Ракшар. Сегодня мы говорим о нём. А попутно о наших проблемах. Ракшара уже прооперировали. Но следующий, ребята, это Майк, у которого сломана спина. Его мы сейчас не можем прооперировать, потому что ждут, врачи ждут какие-то детали, какие-то имплантанты. Но его операция на днях, вот на днях. Я прошу вас, мои хорошие. А ещё у нас есть девочка. Молоденькая, месяцев 6-7. И таз у неё в смятку так, что даже смотреть страшно. Но я хочу выпускать ролики сейчас по одному. Сейчас Ракшар. Следующий я выпущу малышку с раздробленным тазом. Мы ещё не придумали ей имя. Но следующий ролик будет о ней. А затем будет ролик о Майке. Три тяжёлых ролика подряд, друзья. Вы простите меня за это. Но я хочу показать вам трёх самых тяжёлых, чья жизнь сейчас находится в ваших руках. А потом буду вместе с вами радоваться и смеяться. И делиться счастьем. Добра вам, мои хорошие. Доброго вам здоровья. Вам и вашим семьям. Храни вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok